На последнем уроке, который у меня был с прошлым классом, которым я преподавал, мы сделали такое заключение. Это был последний урок, и каждый из учеников отвечал на вопрос, что самое важное, что ты ощутил из того, что ты изучал на первом курсе Кабалы. И все отвечали, ну просто превосходно, жаль, что я не записал. И все говорят о том, что никто не понимает, как это с ними произошло, каким образом. И вы как раз говорили о том, что это происходит за счет света, возвращающего к источнику, и никто не знает, как это происходит. И никто не может это объяснить толком. За счет чего изменился, да? Да-да. И как изменился? Да, и он никогда не видит человек прямой связи. С одной стороны, ты учишь что-то, какие-то статьи в классе, учишь науку Кабала, а в твоей жизни изменяются совершенно иные какие-то вещи, как результат от этого, да? Вот это вы можете объяснить? Нет. Вот и они тоже не могут. Это я не могу объяснить. Таким образом действует в нас свет. В соответствии с нашими Рошемот, он изменяет каждого из нас таким образом. И мы видим, то это происходит, то что-то иное происходит, то так, то эдак. Мир наполнен сюрпризами. Хорошими, плохими, чаще плохими. И мы тут не можем знать. Это все зависит от соединения душ, корня души, что должно раскрыться в каждом в соответствии с его продвижением. Это лишь потом, когда человек видит общую систему. И тоже, когда ты видишь общую систему, ты можешь взирать только назад, уже со своего опыта. А спереди никогда не знаешь. Раби Шимон, вдруг Шимон с рынка. Вдруг опять великий, опять низкий. И каким образом это меняется, Шимон с рынка ты будешь, или глава мафии, или футболист, или продавец арбузов, ничего не известно. Человек облачается в различные формы, которых не выбирает.